Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Вот смотрите, сейчас я буду отвечать на вопрос Ларисы Остапенко, которая написала в группу огородная азбука Ольги Черновой, как спасти рассаду от черной ножки томатов падает пачками. Я сейчас вам покажу эпидемию черной ножки и что делать, когда уже никакие народные средства не помогут. Да, она сказала, что посыпала золой, поливала марганцовкой, но это все очень мягкие и очень щадящие средства для тех случаев, если эпидемия уже реальная черная ножка, вот прям сильно поразила эти саженцы, все сеянцы наши, никакая зола уже не поможет. Я сейчас вам покажу на своем примере, у меня черная ножка бывает очень редко, потому что я не допускаю, я всегда же говорила, что ежедневные осмотры, каждый день встаю с утра и смотрю, но тут, когда я на неделю, меня гриб свалил, я неделю не осматривала посевы, и вот что у меня получилось. Когда я позавчера первый раз посмотрела, я нашла вот именно эпидемия черной ножки во всей красе. Когда я ложилась болеть, весь этот лоток был целый. Видите, как посадки равномерные, и видно, что они равномерными были везде. Вот это лысое место, это черная ножка. И по состоянию вот этих сеянцев, которые свалились прям, видно, что началась она вот отсюда, потому что здесь упавшие сеянцы даже уже засохли, их почти уже не видно. Вероятно, когда первый сеянец или второй вот здесь упал, я болела, не заметила, она распространяться начала дальше, дальше по кругу, дальше. И она вот этот весь лоток, если бы я не встала, вовремя не выздоровела, и она бы весь этот лоток весь бы уничтожила. Видите, она прошла уже почти до самого края и начала распространяться в ширину. Вот эти последние, когда я позавчера увидела, они еще были зеленые, но только что упали. Упали и лежали. Видите, они самые свежие. Это значит, что вот так вот она двигалась вперед, шла, 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 как это, смерть с косой, и все косило на своем пути. Вот в таких случаях, когда вот такая эпидемия, вот уже явная, не так, что у вас подозрение, то ли черная ножка, то ли не черная ножка, то ли, может, они просто слабенькие, или, может, просто им чего-то не хватает. Вот это явно черная ножка, грибковое заболевание. В таких случаях уже отказывайтесь от всех народных средств. Тут не поможет уже ни зола, ни марганцовочка. Нужен четкий, жесткий фунгицид. Я в таких случаях пользуюсь, конечно, превикуром. Вот превикур Energy, я уже рассказывала вам о нем. Написано для защиты томатов. Но это не важно, он все, как сказать, защитить может все. Хоть здесь перец не указан, на перце я пользуюсь именно им. Когда я только увидела, я сразу развела раствор и полила все. И вот как законсервировалась вот эта вот эпидемия у меня, как она была позавчера такого размера, так и осталась. Если бы я позавчера не полила, вот это пятно было бы уже в два раза больше, потому что оно всю площадь увеличивалась, увеличивалась. Осталось бы где-нибудь вот здесь по краям перчинки. Лариса спрашивала про томаты, но это относится и к томатам, и к перцам, ну к любым культурам. Поэтому, если вам нужно экстренно победить черную ножку, достаточно полить лоток вот этим раствором. У меня есть видео, как разводить превикур Energy, какие у него свойства. Сейчас я не буду удлинять этот ролик, я еще плохо себя чувствую, говорить долго не могу. Ну, я скажу вам только одно, что он, конечно, очень дорогой. Я вот эту нынче купила, новую опять бутылочку. Видели, я пользовалась другой капсулой, маленькой. Нынче купила вот эту, конечно, она дорогая, она стоит 460 рублей у нас. Но я пользуюсь, там расход минимальный, вот надо всего 15 миллилитров на 1 литр. Вот я развела, шприцем взяла 15 миллилитров на 1 литр, полила вот это. И на второй день вот это место еще раз полила. Уже остальные посадки не трогала, видите, они здоровые. До сюда черная ножка не дошла. Самое главное, конечно, узнать бы, в чем была проблема, но мне теперь уже не важно. Потому что я заметила очень поздно. Помните, у меня есть видео, перед этим я снимала, что в одном лотке я также увидела черную ножку, но тогда я каждый день осматривала, это было еще до болезни. И как только я увидела, две штучки упали, я сразу распекировала весь лоток, и можно было бы не прибегать. Я говорю, что я прибегаю к этому очень редко, очень дорогое средство. Все посадки я поливать им не могу, это разоришься. Но дело в том, что если смотреть каждый день, если вы увидите черную ножку в ранней стадии, там 1-2 осенец, ну как пишут рекомендации, можно просто выемку этой части грунта с больными растениями сделать, можно там распекировать, вот как я, в свежий грунт, ополоснув корни всех-всех сеянцев, и чтобы почву не перенести. Но видите, я увидела очень поздно, уже пол лотка было уничтожено, и распекировать у меня просто не было сил. Я физически не могла это сделать. Вот здесь мне пригодился привикур. Он меня очень выручил. Я уверена, что остальные вырастут прекрасно. Через неделю я сделаю вам контрольный обзор, как вот распространяется черная ножка или нет. Но вот у кого такие экстренные ситуации, именно Ларисе Остапенко, я говорю, что если у вас сильно плохая ситуация, падают помидоры, и у вас нет уже ни времени, ни возможности пересеять их, купите в магазине. Есть более маленькая фасовка по 200 рублей привикур. Привикуром вы убьете всю черную ножку сразу. Это я вам гарантирую. Ну все, до свидания. Этот короткий видеоролик был именно на актуальную, на самую злободневную тему. Это черная ножка. Как с ней бороться? Конечно, лучше делать профилактику. В прошлом году я уже это снимала. И посыпают изолой, и толченым углем, и все поливы, только с добавлением фитоспорина, там, марганцовочки. Но бывает, что все эти меры идут на смарку, где-то вот завелась, вот я не знаю, откуда она взялась. Скорее всего, из грунта, потому что все посевы были хорошие, ничего не предвещало беды. И вот через какое-то время раз и появилась черная ножка. Ну это значит, сошлись какие-то многие факторы. Например, может было прохладно, где она стояла на окне, вот эта вот рассада. Потом еще, может быть, недостаточно был грунт обработан. Может быть, что-то осталось с прошлого года, какой-то грибок. Причин очень много. Докопаться иногда до причин бывает вообще невозможно. Главное, вовремя купировать все это, чтобы эпидемия не распространялась. И все. Желаю всем хороших всходов, здоровья. Нынче весна, что-то нас не радует, у нас до сих пор холодно, сугробы, томимся дома. И вот я после того, как неделю не осматривала, хожу и ахаю. Я потом вам покажу, как у меня разрослась питунья, и главное, не погибло ничего, пышет. И вот одно всего место, где вот случилась неприятность, это вот черная ножка. Остальное все без меня росло. Я думала, что вообще половина погибнет. Нет, все живые и здоровые. Все желаю вам всем, чтобы у вас были ваши всходы живые и здоровые. Спасибо.